Состоялись похороны Джона МакКейна. Сенатора похоронили на территории Военно-Морской Академии США, выпускником которой он являлся. В городе Аннополис в американском штате Мэриленд в воскресенье, 2 сентября, состоялись похороны сенатора Джона МакКейна. Политика похоронили на территории Военно-Морской Академии, выпускником которой он являлся. По информации местной радиостанции, вдоль скоростной магистрали, по которой привезли тело сенатора, собралось множество людей. Проститься с Маккейном пришли несколько сотен представителей Академии, сообщает телеканал CNN. В траурном мероприятии приняла участие пилотажная группа из четырех истребителей-бомбардировщиков F-18. Накануне церемонии упрощения в Вашингтонском кафедральном соборе посетили известные политики США и всего мира. В их числе три бывших президента США – Барак Абама, Джордж Бош-младший и Билл Клинтон, а также лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макканнил, спикер палаты представителей Пол Рейн, вице-президент Майк Пенс и бывший госсекретарь США Генри Киссингер. На траурную церемонию также прибыли председатель Бундестага Германии Вольфганг Шейбле, президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и российский оппозиционер Карамурза-младший. При этом Дональда Трампа на прощание не было, поскольку еще до смерти Маккейн распорядился не приглашать действующего президента США на это мероприятие. СМИ Трамп играл в гольф во время прощания с Маккейном, между тем Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени сенатора. Впервые премия будет присуждена 15 февраля 2019 года. Претендентами на получение награды станут авторы дипломных работ и диссертаций, посвященных темам, которые были особенно близки сердцу Джона Маккейна, указывается в заявлении организации. Среди таких тем проблемы трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности Запада. Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. Источник. Русская служба DW. Новости от Корреспондентнет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондентнет по материалам сайта Ньюзгроком.